Представляйтесь, пожалуйста, о издании и о подъеме. Василий Филик, Спортэкспресс, Москва. Наталья Владимировна, еще несколько месяцев назад в прессе высказывались опасения о том, что успеет ли Ханты-Мансиев завершить строительство олимпийских объектов. Вы уже сказали о том, что в столице игры завершаются последние приготовления. Не сказалось ли такая форсированная подготовка на качестве объектов и технологической начинки? Это, я не знаю, может быть, два вопроса, а может быть, Александр, вашим коллегам. Как вы их сочетаете? Соня Бухов и компания, которая руководит, действительно является на содержании генерального спонсора наших ребят, потому что в большой степени то, что мы получили такое уникальное здание, которое разместится в нашей Шахматной Академии, и, соответственно, нашего генерального спонсора, я хочу сказать о том, что этот объект уже введен в эксплуатацию, следовательно, сомнениями, которые вы говорите, в отношении этого объекта абсолютно необходимы. Сейчас он готов. И 6 сентября состоится торжественное открытие этого объекта, но уже сегодня он находится в выпуске, на лапке и эксплуатации. Этот объект мы уже сдали. То, что касается теннисного центра, где непосредственно будут проходить мероприятия, связанные с соревнованиями, он абсолютно готов, и специалисты ФИДЭ по их графику принимают каждый этап, необходимы для того, чтобы вся вот эта вот машина, в том числе и технологическая работа, уже установлена в виде правил. Стояние мест отдыха, прессы, зрителей, подключение сети, интернет-сети, все технологии обеспечения проведения партии, и все это идет в графике. Очень важный объект, объект, где будут жить в основной своей массе. Мы уже, наверное, более 2,5 тысячи гостей, почти 1400 лет мы можем проживать в гостинице, которую я здесь уже презентовала. В настоящее время идет приемную эксплуатацию этого объекта, уже принятую эксплуатацию сети. Предполагается, что до 1 сентября поэтапно все члены миссии, которые отвечают за состояние и готовность объектов, пройдут свои направления, и 1 сентября мы сможем подписать те документы, которые город сможет подписать те документы, которые символизируют принятие в эксплуатацию.